Опережая снегопад, временно исполняющий полномочия главы города Игорь Чебыкин отправился на спецавтобазу жилищного хозяйства, чтобы лично убедиться, готова ли техника к климатическим коллапсам. Перед руководителем города прошел буквально парад ЖКХ. Специалисты показали машины и рассказали, какие из них первыми будут брошены на борьбу со снежной стихией. Из 100 единиц, задействованных для уборки города в зимних условиях, готовы 90. В процессе переоборудования комбинированной дорожной машины. Сотрудники с ЖКХ снимают поливальные насадки и надевают те, что пригодятся при уборке снега с дорог. Еще на вооружении 17 самосвалов, 21 трактор, 4 грейдера и 6 погрузчиков. Перед всеми одна задача – не допустить, чтобы город утонул в сугробах. Есть утвержденная схема очистки города. Соответственно, предприятие понимает, где какие улицы. В первую очередь должны убираться, где вторую и третью. То есть, естественно, упор делается на основные магистрали, чтобы город просто не встал в какой-то экстренной ситуации. Но наша забота, конечно, чтобы все улицы ехали, что называется. Песко-соляной смеси закупили чуть больше, чем в 2015-м. К плановым 30 тысячам тонн добавили еще две. Особо едкие для чрезвычайных случаев, когда обычная соляная не справится. В прошлом году жители областного центра на работу автобазы часто жаловались. Город не успевали вовремя убирать от снега. Скорость реагирования в этот раз руководство предприятия обещает увеличить. Для того, чтобы посыпать город, нам по нормам дают два часа, а мы укладываем столько в четыре часа. Потому что, сами понимаете, такая интенсивность транспорта, она влияет на вот этот. А это дневное посыпание, оно больше, а ночное, оно, конечно, поменьше, когда меньше транспорта в городе. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшие пару дней. Поэтому было решено в выходные держать технику на готове. Возможно, придется экстренно выезжать. Зима ближе, чем кажется.